итак особенности подключения фары американской сделаю маленькую ошибочку не нужно было покупать европейскую на данный момент у меня вот европейская то есть мы видим желтый свет дополнительный сделал фонарик это просто габарит у меня есть такие желтые и красные если мы посмотрим на оригинальную американскую фару фордовская то мы увидим что одна сторона полностью красная и белый просвет ну не белый прозрачный это на задний ход и по две лампочки всего на все две лампочки и одна с них отвечает просто за задний ход то есть это у нас и габарит это у нас и поворот это у нас и аварийка и меня учились проблемы по подключение такой европейской значит так здесь отходит провода провода отошли вот много всяких черный вот это был у нас масса желтый у нас получился желтый отвечает за за габарит то есть за желтенький так красный вот это интересно потому что раз за красный красный кабель и красный свет отвечает так же само где-то у меня еще один кабель где же он а вот он синий так как синий работает если вы его подключаете есть немножко горит красный а уже когда включается вот этот красный кабель красный свет говорит говорит два раза ярче но так как у меня одни ну одним питанием подключена лампочка мне пришлось вот этот отсоединить и габарит в америке и поворот работает от 1 1 кабеля вот он идет в америке работает все вот данному кабеля он является и габаритом и поворотом то есть когда включенный габаритные огни он горит когда ты нажимаешь стоп он тоже горит и включаешь поворот то он начинает моргать то есть габарит уже исчезает просто моргает как бы да совершенно по-другому сделано как в америке кстати габариты в америке называются парковочные огни это странно звучит для меня и белый это наш задний ход прозрачный на которой шла одна лампочка вот масса у меня получается масса это заднего хода 1 им одна масса и шла с другой лампочка трехконтактной вот трехконтактная лампочка меня получается отвечает в данном случае за поворот за стоп короче все сложно за надписи понакидывал в будущем помнить так что если кто-то собирается покупать такие фонари не покупайте его будет геморрой немного выставлять сразу покупать эти дебил дебильные красные красные без желтого и задний ход все хотя если разобраться то спереди трака уже нормально уже желтый какой-то фонарик есть поворотник это у нас габаритный огонь и поворотник здесь как-то тоже по-дурному сделали поворотник здесь то есть боковой никто не будет видеть это нужно сюда дополнительно вывести что кто-то что-то увидел либо естественно сюда вывести чтобы еще шикарнее вот так и живем вот этот это этот они параллельно кто-то будет покупать не покупайте европейские потому что геморрой подключен